Три года назад, 15 января, бойцы Донецкой Народной Республики одержали победу в битве за Донецкий аэропорт. Более восьми месяцев шли изнурительные бои. В том противостоянии противник выступил своими лучшими подразделениями. А потому победа над так называемыми киборгами показала истинную мощь силовиков ДНР. 15 января 2015 года аэропорт перешел под полный контроль Донецкой Народной Республики. Подробнее в сюжете Дарьи Синяткиной. Первое боестолкновение произошло 26 мая 2014 года. Утром киевские боевики применили авиацию по терминалу, в котором находились около 120 ополченцев. Были нанесены авиаудары штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24. Тогда бойцы не были готовы к атакам с воздуха и понесли значительные потери. Украинские силовики занимали и диспетчерскую вышку, с которой корректировали огонь по отрядам ополченцев и по городу. Тогда ВСУ сохранили контроль над аэропортом. Ополчение республики потеряло 50 бойцов. В течение последующих двух месяцев подразделения ВСУ были блокированы на территории аэропорта отрядами ДНР, которые в августе с новой силой начали завоевывать территорию аэровокзала. После невероятных усилий армии ополчения, включая отряды, от 20 до 50 украинских боевиков покинули аэропорт и сдались. В сентябре 2014 года было подписано Первое Минское соглашение, согласно которому территория, на которой расположен аэропорт, отходила ДНР в обмен на несколько населенных пунктов, занятых республиканскими силовиками. Однако украинская сторона не выполнила свою часть договоренностей и постоянно применяла артиллерию не только по территории аэропорта, но и по Донецку. В сентябре 2014 года под контроль защитников республики перешла часть летного поля и часть наземных сооружений. Однако обстрелы с украинской стороны продолжались. Защищали Донецк и его жителей батальон «Сомали» под руководством в будущем героя ДНР Михаила Толстых, а также героя ДНР Арсена Павлова с позывным «Моторола», который, в свою очередь, отмечал, украинцы злятся, что их нашли и пытаются сдерживать. Вот они из-за этого очень сейчас сильно разозлились, потому что мы их все-таки нашли, где они прячутся и откуда они хотят вести центр подвоз. И сейчас начинают обработать территорию аэропорта. Защитники народа Донбасса, среди которых отряд «Пятнашка» под руководством Ахры Авитсбы, среди своих «Абхаза», впоследствии удостойного звания героя ДНР, ежедневно выдерживали мощные обстрелы со стороны киевских боевиков несколько месяцев. «Пойдем просто на стратонавтов, на «Спартак», сейчас выдвинемся малыми группами в каждом квартале, чтобы не дать им возможность нагадить там». В конце осени между сторонами велись еще более ожесточенные бои. К середине декабря украинские боевики еще не покидали новый терминал. Армия ополчения сохраняла контроль над старым, вопреки постоянным массированным обстрелам киевских силовиков. История одного из самых важных для ДНР событий начала развиваться в январе 2015 года. Тогда, 13 января, после двухдневных обстрелов Донецко-украинскими подразделениями, силы ДНР перешли в наступление, завязав бои за новый терминал. 15 января был установлен полный контроль над Донецким аэропортом. «С уверенностью могу сказать, что все попытки украинских войск отбить аэропорт, взять реванш за поражение, которое мы нанесли им в прошлом году, за то бахвальство, которое они в течение этого года уверяли Украину и всю мировую общественность, что мы не в состоянии отбить новый терминал, взять под контроль аэропорт. Сейчас могу сказать с уверенностью, что все попытки провалились». Победа в бою за аэропорт стала переломным моментом в борьбе за становление независимой Донецкой Народной Республики. Дарья Сняткина, Первый Республиканский. Дарья Сняткина, Первый Республиканский. Дарья Сняткина, Первый Республиканский. Дарья Сняткина, Первый Республиканский. Дарья Сна.